добрый день мои дорогие зрители и гости канала с вами даша мулярова на моем канале жизнь без дублей и сегодня мы будем переделывать то что я начала делать много лет назад когда мы только купили этот дом первое что мы сделали это поменяли в нем окна изначально при покупке дома а дом 80 года постройки у нас здесь стояли двойные старые деревянные рамы мы поставили везде стеклопакеты во всем доме как сейчас помню в 2016 году замена всех окон в доме нам обошлась 9 окон 72 тысячи рублей вот бывает что-то прям врезается в память и сегодня мы будем убирать вот эти окна расширять оконный проем и менять их на вот такие большие панорамные стеклопакеты компот тут же со мной понимаете с ночной смены пришел нагулялся часов в пять утра я выпустил так что сейчас около 9 утра ждем строителей и в сегодняшнем выпуске будем этим всем заниматься меня стеклопакеты нам будет бригады которые компании который нам делала окна а вынимать стеклопакеты будут наши строители ну как бы вырезать там нужно увеличивать оконный проем так что оставайтесь с нами выпуск будет насыщенным давайте вам покажу чем у нас закончился предыдущий строительный день компот уже тут и представляете это вездесущий код и последний раз посмотрим на те окна которые сегодня и будут нам менять здесь очень хорошо видно как раз вот он ведь стоит брус вот прям по нему будут вырезать это контур как будто резать и сюда и встанут новые стеклопакеты то есть вот окно увеличится ведь насколько особенно в нижней части и откроется вот этот великолепный на мой взгляд вид на лес который мы собственно и хотим открыть и сохранить вот такая будет у нас красота особенно летом когда березки зазеленеют вот там нас еще рябинки растут зазеленеют ну и во дворике вы помните у нас обычно мне так как сейчас а совсем совсем по-другому так что мы с вами последний раз видим это окно вот в таком виде компот я кстати окно открываем все стремится до прыгнуть представляете мы кстати сразу заказали сетки и поставим сетки в том числе для того чтобы код туда не прыгал вот потому что окно большое в пол она будет открываться и как бы есть такая опасность и еще подумываем над тем чтобы поставить на одну створку так называемый французский балкон это как-то делает такую просто плоскую кованую решетку ну по пояс да где-то человеку и с той стороны она закрепляется чтобы можно было открывать стоять у него как бы и не шагнуть туда вот потому что окна большие но у них предусмотрено открытие вот когда рама открывается ну не только так как створка да вот так под углом вот такое будем обязательно делать ну и что касается вот вчерашнего дня у нас видите здесь уже везде подготовлена обрешетка под финишная финишную отделку имитации бруса имитации бруса и он будет вертикально он будет укладываться вот уже этот карман зашили уже в комнате здесь достаточно тепло просто сюда закрыта дверь компот все он помнит что там были открыты карманы можно было туда залезть и вот он прям смотрите он прям ходит и ищет куда бы ему залезть сейчас будет на лестницу прыгать компош она может рухнуть лестнице не надо этого делать ну в общем вот так выглядит сейчас наша комната очень конечно увеличилось пространство думаю что это даже на камеру понятно комната стала такая большая просторная площадь ее почти 14 метров а была 10 вот так казалось бы открыли карманы до с двух сторон а вот настолько увеличили помещение так что я надеюсь что здесь все встанет в 10 у нас будущем по проекту шкаф вот здесь вот будет стоять диван и здесь будет стоять два стола вот под ними тумба вот здесь будут полки ну в общем будет достаточно два кресла и вот здесь будет застилаться керамогранит и будет стоять печка буржуйка который будет вот вот еще раз покажу вот сюда дымоход большой русской печки там и проходит и в этот внутренний дымоход будет встроен труба печки буржуйки ну а сейчас уже ждем наших строителей ждем оконную бригаду и в общем будем всем этим заниматься а я буду для вас снимать мы приступили к демонтажу окна я поставила вам эти кадры на ускоренный ну конечно вы знаете присутствовать при этом было очень волнительно и чуть забегая вперед скажу что тот оконный проем который в результате получится у нас прям очень сильно впечатлил и вообще в процессе изменений нашей вот этой комнаты на мансарде произошло такое расширение пространства и стороны и высоту потолка действительно появилось только воздуха и вы знаете по моему даже сами строители не ожидали что так выйдет когда мы с ними обсуждали картинку проекта и там была нарисована мебель они даже так знаете скептически говорили что на картинке вот так нарисовано но в жизни так получиться не может но посмотрим как будет доброе утро у нас третья зарядка третий день мы с вами вместе становитесь как вам удобно и мы начнем с растирания своих ладошек чтобы почувствовать свое тело прям разотрите их хорошо не поднимая плечи почувствуйте какие они теплые разотрите руки спереди сзади прям со всех сторон вторую руку до ощущения тепла хорошо отлично немножко плечами повращайте такую восьмерку назад можете и тело все подключить назад вместе с тазом не стесняйтесь я знаю что многие занимаются зарядкой парами со своими половинками это очень здорово вы больше давай 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 все просыпается хорошо включаем наш опять крестец это уже умеете и мы будем медленно не стареть руки над коленями и теперь только копчу вниз вверх смотрите лопатками специально мы не двигаем наша голова на месте и 3 нам с утра нужно включить свое тело таким образом последний раз чтобы ткани начали все двигаться относительно друг друга собираемся одной рукой назад второй рукой назад представьте что когда мы спим наши ткани как будто бы слипаются да еще выдох и здесь не нужно каких-то долгих сильных вытяжений до такого приятного ощущения и обратно опять вы знаете что последние уже чуть больше года я активно занимаюсь своим здоровьем и я не устаю вам повторять что регулярное выполнение любых видов какой-то деятельности обязательно приводит к результату и кроме того что я перешла на правильное питание и слежу за своим рационом принимаю различные антицептики я еще активно занимаюсь зарядкой для при этом я всегда говорю также что я и спорт это несовместимые вещи но занятия на платформе фитстарс дают мне возможность разнообразить свои тренировки выполнять их дома тренировки все длятся от 7 до 30 минут я думаю что 7-10 минут каждый может найти для себя в своем утреннем каком-то расписании до или дневном или вечернем то есть эти наши установки что зарядку нужно обязательно делать утром они не всегда тоже верные если у вас утром не получается можно с таким же успехом делать ее в другое время дня даже на работе потому что фитстарс можно заниматься из телефона и с телевизора с планшета с ноутбука из компьютера как например это делаю я и вы видели что когда мы ездили в отпуск геленджик я занималась там с телефона вот поэтому был любой момент можете зайти в свой личный кабинет на платформе фитстарс или в приложение фитстарс в своем телефоне и продолжить ваши тренировки и сегодня несмотря на то что у меня идет ремонт я все равно делаю зарядку потому что регулярность приводит к результату и если вес у меня уже стоит я вешу 68 килограмм уже полгода я как бы достигла этого веса до похудела почти на 10 килограммов и у меня этот вес остановился то сейчас я работаю на тем чтобы убрать объем и потому что когда ты худеешь у тебя падает мышечный тонус до уходит жир повисает кожа и для того чтобы кожа была в тонусе необходимо выполнять физические упражнения и это нам дает платформа фитстарс когда мне там скучно делать например зарядку а я люблю больше всего зарядку с ольгой дерензеевой вот у нее много есть комплексов зарядок они на разный уровень рассчитаны и вот мне очень нравится заниматься мне вдруг становится скучно или появляется там проблема шеи я нахожу себе что-то для шеи а я бывает делаю как ночной релакс перед сном йогу на этой же платформе делаю упражнение для спины у меня муж делает упражнение для спины на фитстарс упражнения для шеи потому что у меня проблемы я все время или в телефоне монтирую или за компьютером сижу у меня здесь болит шея а также на фитстарс есть 163 программы и больше двух тысяч тренировок также есть курсы и рецепты и все тренировки фитстарс очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений как будто вы занимаетесь персональным тренером посмотрите какое количество тренировок и тренеры разные можно подобрать по направлениям по тем проблемам которые у вас есть посмотрите по одной йоге сколько разных тренеров и программ пилатес кардио растяжка зарядки похудения здесь также отслеживается прогресс ваш личный да вы можете вводить там свой вес параметры и следить за тем как вы будете сами прогрессировать своем личном кабинете все ваши тренировки сохраняются я думаю что многие из вас слышали уже платформе фитстарс ее показывают многие блогеры и по ней занимаются может быть даже уже многие ваши знакомые и раньше у них была акция без лимит навсегда когда покупаешь подписку один раз и навсегда реально навсегда сто лет пользуешься на этой платформой вот этот тариф без лимит навсегда легендарный тариф он вернулся так что по моему промо коду со скидкой 70 процентов вы можете купить тариф в том числе и без лимит навсегда и приобретая этот тариф поучаствуете в акции весенняя перезагрузка при покупке без лимит навсегда акция весенняя перезагрузка доступны сертификаты в магазин фитстарс . shop сертификат на сумму до 6000 рублей на который вы можете приобрести различные товары для фитнеса например коврик умные весы резинки для растяжки и много много всего засчитываются тренировки за 30 дней и подробности акции есть на сайте фитстарс также на платформе для детей от 3 лет тренировки в игровой форме прекрасный способ приобщить и детей к здоровому образу жизни у меня уже давно есть подписка и я советую вам на фитстарс огромное количество программ рецептов тренировок и все для того чтобы мы с вами могли поддерживать наше здоровье вот смотрите по направлениям прям можно выбирать завтрак обед ужин промо код на скидку 70 процентов для покупки программ будет как всегда в описании к этому видео фитстарс это действительно фитнес номер один для дома то входит в подписку больше 2000 тренировок больше 200 программ тренировок и курсов 156 полезных видео рецептов 37 звездных тренеров действительно потрясающих и новые тренировки каждую неделю а также поддержка 24 на 7 по моему промо коду скидка 70 процентов на тариф безлимит навсегда заходите этот безлимит будет дорожать в дальнейшем нажимаете перейти к оплате выбирайте тариф перейти к оплате посмотрите вот сейчас цена 36 636 и после введения промо кода цена изменилась на 10 990 цена как я уже сказала будет расти поэтому спешите оформить подписку с таким выгодным предложением и приобретая этот тариф вы поучаствуете в акции весенняя перезагрузка как я говорила вот смотрите здесь видите наверху раздел магазин мы туда переходим и посмотрите какие классные есть товары участвуйте только в марте в розыгрыше сертификатов при покупке тарифа безлимит навсегда и приобретайте вот такие классные товары в магазине fit stars вот коврик для фитнеса умные весы и прочие индивидуальные хорошие товары вот кружка мику кстати очень классная ну что это было несколько минут на зарядку а теперь вернемся к нашему ремонту стройки и рабочим будем здоровы мои дорогие куда же мы без здоровья правда при этом демонтаже так как скрывали по сути и стены давно вообще при ремонте мансарды я для себя во всяком случае с удивлением узнала что мансарда как каркасник была всегда уверена в том что это из бруса сделано и то утепление которое нам делали 15 сантиметров толщиной уже сейчас а на тот момент когда записываю вам это аудиосообщение у нас уже на самом деле закончены работы я об этом рассказываю себя в телеграм-канале там мы идем вперед до в режиме онлайн но на ютубе у меня к сожалению не получается такой скорости монтировать выпуски поэтому мы с вами немножечко отстаем и на данный момент мы довольны вот этим утеплением 15 сантиметров посмотрим как будет зимой следующих выпусках я вам покажу как мы будем укладывать сюда теплые полы инфракрасные расскажу о нюансах этих теплых полов поэтому если вы настолько нашли подписывайтесь чтобы не пропустить эти выпуски мне в телеграме зрители очень много задавали вопросов по инфракрасным полам и я постаралась найти у строителей на них ответы и в следующих выпусках обязательно об этом расскажу сейчас же мы вскрываем окно по сути занимаемся дальнейшими переделками нашего старенького бывшего дачного дома и я опять же получаю очень много комментариев о том что было бы проще построить новый дом все мы разные нам не проще и построить новый дом это всегда плюс еще деньги и плюс те деньги которые затрачиваются на внутреннее обустройство ведь в новом доме тоже нужно будет делать внутреннее обустройство поэтому каждый идет своим путем у нас вот такой открывается смотрите какое здоровое окно вообще вот он лес то показался вожделенный мною прекрасная коммуникация теперь мне сверху видно все ты так и знай не велись электро любит горка нет такой знаете это идею у меня взяла я хотел чтобы на первом даже было так чтобы открываешь и выходишь туда да ну давай на втором тогда да но на первом вещь не получилось ведь всегда надо знаете такое надувной батут такой горку надувную так раз и спускаешь без меня до а внизу бассейн точно мы все неправильно построили у нас неправильный проект вчера фильм смотрели это одна одна мамаша одинокая не мамаша женщина подруга пришли приобщить к этому ну короче жизни и оставили детей двое двоих мальчика и девочки так они там такое вытворили телевизор весь пеной я закрасили ну вот за бассейн не додумали я вещь сама была бы шустрым ребенком я уже додумалась все последний аппетит но и до конца Вообще, я даже не думала, что оно такое большое, я думала там вот такие стойки стояли около того окна, я думала это по них будет, а это вообще на весь район, росты. Вот и я тоже взял размер, взял бы по тем стойкам. Сейчас самое главное, чтобы мы лишнего не выпилили. Звучит музыка! Звучит музыка . Видишь, да? Да, вот такое прогрелище получился. Во всю стену. Круто. И рыбалка, и лазер. Вот и лес. Мы не заблудились, мы в Нормандии. За что боролись? Это сериал здесь, про американских местах, когда открывали Второй фронт. И они летели над Ла-Маншем, и там их начали обстреливать немцы. И они выбросились, где попало. И этот сержант идет, с ним человека четыре там от взвода осталось. И они спрашивают точно, где мы высадились. Мы не заблудились, мы в Нормандии. А там вокруг лес. Ну вот и у нас вокруг лес, мы в Нормандии. Или второй вариант, мы в Альпах. Мечта осуществилась! 2016 года я мечтала об этом. Ну как там сверху, видно? Да, отлично. Что ты видишь сверху? Вид потрясающий! Весь лес как будто прямо в комнате находится. А ну-ка, посмотрим. Там видно лес? Там видно, да, у тебя на камере. Фото. 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 Фото, пожалуйста. Да. Вот так вот. Вот еще надо вот там фактироваться. Знаешь, на память. Вот. Отсюда вид такой, знаешь, впечатляющий. Как будто дом разбомбит. Да. Да. Ну ничего, там будет нормально. Да. Даже вниз напросилась второе окно теперь. Вниз? Да. Ну уже все. Вместо шкафа тебе сделаем второе окно. Все. Ну что? О, Боже! Вот у нас последний исторический, можно сказать, кадр. Еще когда совсем без окна. Вот результат. Да. Как мне написали в комментариях в Телеграме. Окно у нас не в Европу, а в Новую Россию. Вот начали обшивать стену. Видите, как все культура и мультура у нас есть. Это вот называется имитация бруса. Видите, получается просто настолько тоненькая полосочка. Очень все аккуратненько получается. Вы видите, у нас по проекту вертикальная укладка. Вертикальная укладка она как бы зрительно на высоту пространства убежит. Надо будет мне это выкрас сделать. Давайте в один кусочек, ребят. Сделаем выкрас. Приехали уже окончики, так что сейчас будут устанавливать окна. У меня же 12 марта встреча с читателями. Но эта выпадка уже выйдет позже. После нее, по-моему. Так что могу даже сказать спасибо, что все приехали. Ой, ну вот это он в таком кабинете. Тоже мне в комментариях кто-то написал, что муза будет просто влетать в такое окно из леса. И напишется, я надеюсь, еще не один роман, который вам понравится так же, как и игры с небом. Спасибо за ваши отзывы, которые уже приходят. Роман вышел. Есть в наличии на Валберес, на Озоне, в Читая городе, на Литрессе. И аудио, электронные бумажные книги. И в моем романе, так же, как и я в своей жизни, героиня сбывает свои мечты. Занимается сбычьей мечты. И в моем романе, так же, как и я в жизни, моя героиня осуществляет свои мечты. Я, знаете, в таком состоянии в волнительном нахожусь просто в каком-то невероятном внутреннем ощущении. Когда ты столько времени о чем-то мечтаешь, и оно неожиданно, почему неожиданно? Оно планомерно осуществляется, и столько людей в этом участвовали. Ну, конечно, мой муж, потому что если от него поддержка, ничего бы этого вообще не было. Наши дизайнеры, которые нарисовали такой проект и сказали, что это возможно. Наши строители, которые своими руками это осуществляют, и наши окончики. Ну, конечно, вы, мои дорогие зрители, которые нас во всем этом поддерживают. В общем, столько событий в марте, и книга вышла, и такой ремонт у нас, можно сказать, уже заканчивается. Вот, в общем, очень-очень волнительно. Прекрасный, прекрасный март. Компот пребывает в тихом шоке. Он не успевает все контролировать, поэтому просто улегся уже тут. Там наверху у нас мужчины. Здесь у нас вот окна уже делают. В общем, везде идут какие-то процессы. А я иду в баню, решила все-таки пожалеть новую куртку. И, конечно, неправильно мне тут ходить. Но у нас тут везде все забаррикадировано, видите? В баню попасть-то проблематично, на самом деле. Не знаю, как я сейчас туда проникну. В общем, придется сейчас все это разгребать, чтобы туда попасть. Потому что везде у нас какой-то мусор. Ужас. Там вон вовсю стучат. Он уже видно, стены обливают. Свежая пошла отделочка. Красота. Бедный Лешик. Слава Богу, вроде его не поломали. Лешик не Лешик. Хочу вам заметить. Здесь тоже работу с окнами ведут. Меня часто наши новые зрители спрашивают, что это у нас за коричневый домик на участке. Стоит он рядом с нашим основным домом. Понятно, чтобы были масштабы. Это у нас баня. Наши постоянные зрители знают, что это баня. Мы ее не используем сейчас как баню. Потому что у нас тут, видите, печь. Такая старая, которая нам досталась от предыдущих хозяев. Мы ее раньше топили. А сейчас мы ей не пользуемся. Потому что ее нужно менять. Она, в общем-то, у нас прогоревшая. И проржавевшая, и прогоревшая. В общем, короче, тут надо все менять. Это у нас тоже один из очередных этапов запланирован. И мы даже подумываем, может быть, будем вообще перепланировку первого этажа тут делать. У нас тут, видите, вот душ находится. Ну, это вот все было. Мы здесь только косметический ремонт делали. Стены красили, и все. Вот. Ну, пару лет мы ей попользовались. И здесь еще, знаете, полы вообще неутепленные. То есть, здесь даже вот дырки были. Вот, видите. У них вода уходила в пол. Чего там под баней вообще неизвестно. Вот. Поэтому мы сейчас ей не пользуемся. Ну, будем ее реконструировать. Сейчас у нас тут склад забытых вещей частично переместился в это помещение. Она двухэтажная. И здесь, на самом деле, достаточно большой второй этаж. Просторная комната тут. Здесь всякие старые куртки хранятся, вот за которые я сюда иду. Ну, вот и на втором этаже у нас все, видите, прилично убрано. Здесь все разобрано. Это, по сути, гостевая комната. Но тоже мы хотим тут ремонт сделать. Даже подумываем. Может быть, мы ее со временем вообще реконструируем, утеплим и сделаем полноценный теплый второй дом. Ну, знаете, с расчетом на внуков. Когда-нибудь внуки, дети попереженятся. Вот. И будет полноценный такой гостевой дом. Сейчас его можно как гостевую комнату летом только использовать. Здесь не утеплено вообще никак. Вы помните, что мы когда делали ремонт в основном доме, мы тут с мужем жили и у нас вот здесь вот осы по потолку просто толпами ползали. Я просыпалась утром и у меня тут были осы. Вот. Ну, а сейчас тут такая достаточно большая просторная комната. Гостевая. Я нашла себе куртку сына у младшего. Он на ней ходил, когда ему было, наверное, лет 13. И сейчас она мне была одно время как раз, потом была мала. И вот сейчас опять как раз. Она такая а-ля горнолыжная. Теплая. В общем, сам ее себе оставила. Как раз вот ходить хорошо и в огороде, и в таких ситуациях. Купшончик у меня есть, так что мерзнуть не буду. Пойдем дальше напитать за нашей стройкой и за нашим ремонтом. Ой, вообще. А вот нашла еще какой вам ракурс. Вот отсюда можно посмотреть на нашу переделку. Вот она комната. Там вот все, что творится. Такое тоже интересное отсюда ракурс. Правда. Теперь соседское окно кажется совсем маленьким. Хотя раньше они были одинакового размера. Да, нас, кстати, спрашивают, куда мы денем окна. Вот те окна, которые мы вытащили, которые стояли на втором этаже, мы их планируем потом при реконструкции бани в баню поставить. Поэтому их так аккуратненько вытащили. И потом используем в хозяйстве. Вот. В общем, здесь у нас окна готовятся. Тут у нас пилят. Процесс везде идет. Вот. При этом готовить окна, устанавливать. Я поставлю себе обед. ботап печься. И просто я его сворачиваю. Вмажу. Не солю, не перчу, ничего не делаю. Он не стечется. И потом я его вот так вот разрежу пополам. Разомну в пюре. И уже посолю, поперчу. Вот. И вот я его сворачиваю. Видите, сначала в пигамент, а потом в фольгу. Вот. Вот так. Укладываю печься на 180 градусов. Где-то, ну, большое часа полтора. Такой клубень будет печься. И еще приготовлю себе курицу. То же самое. Это, вы знаете, такие рецепты как раз для подобных ситуаций. Когда быстро, можно так вот утром, например, и лечь с вечера и спечь, а потом на работу взять. Вот куриное филе. Просто солю. А потом добавлю сюда еще итальянские травы у меня есть. Вот. И все. Тот самый заворачиваю я сначала в бумагу. Вот такие, видите, делаю, как конфетки. Вот в бумагу. И потом в фольгу. Так лучше засекается. Желе остается сочно. И не имеющее прикосновение к фольгу. Все тоже стопопически очень вредно. В общем, я стала вот такие двойные делать конфетки. В последнее время очень хорошо получается. И все. У меня вот это в духовку. И где-то через полтора часа у меня будет готовый обед. Для меня, а для мужа уже готовый есть вчерашний день. Вообще, вот так и делаю. Я, видите, в доме уже в куртке, потому что холодно. Такая дыра на весь дом. На улице у нас сегодня сейчас, наверное, где-то градуса минус три примерно. Вот. Ну, в общем, поставлю печься. А вот и кот. Компоша, он боится в дом прибегать, потому что здесь все ходят, стучат, гремят. Сейчас вообще выскочил. А там монтажник стоял со стеклопакетом. И он впаялся в стеклопакет. Не заметила его. Представляете? У меня такая деревенская жизнь. Тут дрова. Печется. Там мужики ходят. А тут коты прыгают. Компоша, пошли. Пойдем. Пойдем, я тебя пущу. Блин, прости, бедно. Какая. Тут у меня занавески висят. Везде опять опинки. Мрака вообще, что происходит. Но все равно все это радостно. Компотик. Компоша. 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 Компотик, иди сюда. Компоша. Вон, вон, бежит, бежит, бежит. Давай быстрее, 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 быстрее. Там пилит, он боится. Да. Ну, я мурмяш. Заходи, заходи быстрее домой. Все, выпуск получается. Посмотрела по таймингу. Прямо гигантская серия. Потому что много так событий в течение одного дня. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. И продолжение нашего монтажа окон будет в следующем выпуске. Ваш Ташмуля. До новых встреч на канале. Ну, а я пошла снимать для вас дальше. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok